Добрый вечер! В эфире самая развлекательная, самая еженедельная, самая веселая и самая новогодняя передача ОСП-студия! Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! В эфире программа ОСП-студия! Весь наш огромный творческий коллектив, все восемь человек, поздравляют вас с наступающим Новым Годом, коровы! И желают вам счастья! Нет! Не желает, а просто требует для вас счастья, здоровья и процветания! Если вы нам скажете, то мы пойдем требовать этого счастья и процветания куда надо! В самые высокие кабинеты! Вы только скажите, от кого это зависит? И мы пойдем требовать! От какого человека? А, кстати, от человека ли вообще? И еще! Весь наш огромный творческий коллектив приготовил для вас новогодний подарок! Мы два месяца сидели и выпиливали лобзиком эту студию! Потом мы покрасили ее кисточкой, чтобы сегодня показать в ней для вас новогоднюю передачу ОСП-студия! Это все, что я хотел сказать перед началом новогоднего шоу ОСП-студия! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие зрительницы в студии и дорогие телезрительницы! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! И хочу заодно представить вам те семейные счастливые пары, которые нашли свое счастье в предыдущем году. Внимание, на мониторы! Все они познакомились в моем шоу. Как говорится, везет же дуракам! Но ничего, смотрите, мое шоу повезет и вам! А сегодня я представляю вам лот номер 345. Дмитрий Павлович, 36 лет, холост, начальник участка на заводе Труб. Встречайте, пожалуйста! Итак, Дмитрий Павлович, на ком бы вы хотели жениться? Посмотрите, Дмитрий Павлович, вы же у меня уже были в шоу буквально месяц назад. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Ну, конечно! Ну, я же помню, дорогие зрительницы, дорогие телезрительницы, это тот самый Дмитрий Павлович, который с женщинами стесняется и поэтому заикается, а с мужиками нормально. А с мужиками нормально! А с мужиками? А че с мужиками? С мужиками нормально, я с мужиками. Послушайте, Дмитрий Павлович, я помню прекрасно, на вас в прошлый раз пришел заказ из Москвы. Новые черемушки, 3-я улица Строителей, дом 3, квартира 15. Вы что, вы застеснялись и туда не поехали, что ли? Поехал? Ага. Ну? А, вы перепутали, поехали в Ленинград на 3-ю улицу Строителей, дом 3, квартира 15, да? Ага. Послушайте, Дмитрий Павлович, вы что, пьяный были? Не-не-не-не-не, ага. Ну, хорошо, значит, вы приехали в Ленинград, там ключ подошел, вы зашли в квартиру и легли на диван, так? Ага. Там уже лежит какой-то другой пьяный мужчина, да? Ага, лежит, главное, не понимаешь, главное лежит, я взял его, как ему дал, понимаешь, да? По башке дал из чайника, он лил его вместе с веником, его с портфелем спустил с лестницы, честное слово. А потом? И тут, 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 ага. И тут пришла она, и вы застеснялись, да? Ага. Понятно. А потом, наверное, пришел ее бывший жених, и вы его... А я не могу, по полной программе, ну, знаешь, взял его, как, сон трахнул, зай, руку ему заломал, взял фото его и взорвал, и спустил, как... Красавец просто, а тут пришли ее подружки, и вы вот снова, как будто, наверное, застеснялся, да? Ага. И целоваться не стал. Да. А потом пришла ее мама, и вы тогда... А тут... От греха подальше уехал в Москву, да? Ага. Молодец. Ну, ладно, она-то хоть поехала потом за вами? Ага. Так вы поженились? Ага. Так вы сейчас пришли ко мне на передачу, чтобы поблагодарить меня за свое семейное счастье, да? Ага. Ну, слава богу, разобрались, наконец-то. Вот видите, дорогие женщины, казалось бы, даже такие тюфяки, и то находят счастье в моей передаче. Я желаю вам почаще таких случаев не только в кино, но и в жизни. Как говорится, ирония судьбы, она бывает... Или с легким паром, как пытается мне подсказать Дмитрий Павлович. Ну что же, звоните нам, пишите, надейтесь, и сбудется. И, как всегда, счастья вам, женщины! АПЛОДИСМЕНТЫ И, как всегда, счастья вам, женщины! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давай, поздравляй! Поздравляю вас! Ну, поздравил! А пожелай? Желаю вам в новом году всего самого хорошего! А нам тогда что останется? Все самое плохое, да? А ты почему не плачешь? Ты что-то придумал? Да, я придумал. Когда у них будет все самое хорошее, мы придем к ним в гости и все самое хорошее съедим. Точно! Безжизненная космическая пустыня. Уже 30 лет и 3 года межгалактический корабль «Суха-Груз» Федор Иванович Тютчер бороздил безлюдные просторы Вселенной, открывая новые и новые планеты. За это время Россия мирным путем увеличила свою территорию в 500 миллиардов раз. Весь русский народ и его правительство подвали с президентом, затык дыханием следить за приключениями отважных звездовых. Мастерс оф универс. Хозяева вселенной. Огонь! Есть огонь! Еще огонь! Атака слева! Форсаж правого двигателя! Есть форсаж! Включить резервный компьютер! Атака слева! Подготовить регуляторы! Огонь! Есть огонь! Еще огонь! Довреждение обшивки 70%! Отключен резервный компьютер! Послушай, все теоретры сказали, что больше у нас не будет случая поговорить. Да, я тоже давно хотела тебе сказать. Подготовить торпедный резерв! Есть подготовить торпедный резерв! Помнишь, что ты мне сказала тогда на лавочке? Расконсервировать хвостовые пушки! Есть хвостовые пушки! Конечно помню, я потом всю ночь плакала, ты не представляешь. Серьезно? Ты меня все-таки любишь. Включить гравитационный бронесчит! Есть включить гравитационный бронесчит! Мужчина не догабливалась, а какие же вы все-таки мужчины не догабливают? Кому я сказал включить бронесчит? Включить вакуумную атмосферу! Подготовить запасную атмосферу! Есть включить задний гравитационный бронесчит! У нас сейчас даже дыхание приходило. Давай отложим этот разговор на будущее. Не знаю, будет ли у нас будущее. Подготовить катапульту! Заткнул бал. Катапульта не работает! Есть форсаж! Сейчас мне папа подсказал. Нелитивая защита! Сбой во внешней системе охлаждения! Так, начинаю паниковать! Отключить подачу топлива! Разгерметизация правого двигателя! Включить резервный компьютер! Атака слева! Подготовить обигиляторы! Огонь! Есть огонь! Еще огонь! Повреждение обшитки! Селезет протенов! Отключен резервный какудинг! Знаешь, я думаю, что я все-таки такой дуракин. Да! Все! Хватит! Я три ночи не спал. Я обычный, нормальный человек. И никакой не супермен. Я не понимаю, почему я должен за всех пахать? Понимаешь, я тут сижу как черт! Они сидят прямо с... Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля-ля! Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу! Так, все! Где спать? Что непонятное? Я сказал к черту! Спать! Спать! Не спать! 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 Не спать! 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 Не спать! Не спать! Чудесный предновогодний вечер, пацаны. А также девчонки. Ну и что-то я не слышу, реакции не было. АПЛОДИСМЕНТЫ Праздник на носу, в натуре. Вы сидите, спите. Я елку лично украшаю. Вы с вами уже украсили, нет? Вот это праздник настоящий, я понимаю. Новый год, всенародный праздник. А не то, что этот, 8 марта, когда мы бегаем с вылупленными глазами. Ищем им цветы и дедухи понешевле. А они потом не дают нам рюмку лишнюю выпить. АПЛОДИСМЕНТЫ Или вот этот праздник, день военно-воздушного пограничника. Пацаны, я чумею. Приходишь в парк, этот, в зоопарк культуры Игорького, там ходят эти зомби такие, со стеклянными глазами, честно. Все катаются на каруселях, какие там дети. Причем все 40 человек на одной коньячке. Нормально, весело. Я думаю, что учителя в день учителя не пойдут чисто, не потусуются, не побушают, на указках не подерутся, глобусы в пруду не потопят, шкалеров не погоняют чисто. Нормально, да? Или этот праздник, 7 ноябряха, да? Весь праздник просидишь у окошка в ожидании бабушки, которая ушла на демонстрацию. И думаешь, вернется она с этим своим транспарантом домой? Или пойдет опять останки наштурмовать? А вот Новый год, пацаны, это единственный праздник, когда мы можем отдохнуть от всего этого ужаса. В семейной нормальной обстановке, как мы в прошлом году. Собрались я, жена моя и дочка. Потом пришли дядь Валя с тетей Колей и с детьми со своими. Ну, все с таможни, нужные люди. Потом 17 человек с фирмы моей пришли. Потом, значит, эти, родственники из Якутии проездом в Америку, ну, на Аляску им переночевать няньде было. Дед Мороз со Снегуркой притащили. Ничто не звал, прикинь. Короче, 40 человек на 120 бутылок. Так мы такой хоровод устроили все вместе, что этот день пограничников и на воздушного просто слет пионеров, пацаны. Я на следующее утро, ну, 3 января, когда уже смотреть, ну, увидал, что от моей евроотремонтированной квартиры остались только целыми люстра и унитаз. и кто их тут поменял местами, прикинь. Ну, и что ты думаешь, напрягло меня это? Неа. Тем более, что Дед Мороз со Снегуркой остались у меня на весь год жить в кладовке. Так что, пацаны, я желаю вот эти три дня до Нового года кое-как прожить, поготовиться, ну, там, елки понаряжать, голодцы понаряжать. Ну, женичиста помощь, ковры почистить. И встретить этот Новый год уже по-домашнему, по-всенародному, от всей души. Ну, и, как мы обычно с вами. Да, чао. Хэппи нью-е! Новогодний совет. Если вы хотите чем-то уделить своих гостей на Новый год, приготовьте огромный стол, пригласите кучу народу, и когда они придут, вы им дверь не открывайте, кто-то не уделяться. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Добрый вечер! В эфире программа «Международная пилорама». Обычно я приглашаю к себе в программу международных политиков. «Но так они мне уже все надоели. Эти международные, эти внутренние, у меня вообще, по-моему, на них аллергия. Я вообще заметил, что это профессиональная болезнь политических обозревателей. Ну, скажем, у Сергея Даренко у него вот такой вот тик, такой вот, еще он слова забывает. Да? У Киселева у него вот просто так вот голова подрагивала. А с Ванидзе, ну, тут вообще не о чем говорить. Поэтому я решил сегодня просто пригласить к себе в студию веселого человека. Встречайте, продюсер из Голливуда, господин Гилл Бабан! Добрый вечер, Гилл! Добрый вечер! Добрый вечер! Присаживайся. Гилл, я знаю, что там у себя, в Голливуде, ты работал со всеми известными американскими попсовиками. Ну, я имею в виду Майкл Джексон, Мадонна, Шварценеггер, Эдди Мёрфи. Давай мы не будем о них говориться, а то у меня аллергия на них. Ага. А о чем мы тогда с тобой будем говорить? Ну, давай поговорим о политике. Не-не-не-не. У меня на политику аллергия. Ну, что же тогда? Ну, что тогда? Помолчим тогда. Давай. Давай. Слушай, а чего у тебя на ваших звезд аллергии-то, а? Ну, ты понимаешь, они все такие противные. Ага. Вот и у нас политики точно такие же, а? Да. А кто тебя конкретно раздражает? Ну, допустим, Майкл Джексон, да? Угу. Все время ему чем-то недоволен, понимаешь? Угу. Всему не так, не и так. Вот чуть не дойдет до дела. Вот начинается. Я не знаю, что скажет моя семья. Я не знаю, что скажут мои товарищи. Угу. Тьфу, точно. Как Зюганов, А этот Сильверстосталон, да? Угу. Вот типичный неврастенок. Угу. Вот не знаю. По-моему, у него мания, величия. Да, 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 да. Вот Жириновский. Абсолютно такой же. Абсолютно. Вот Шварценегр, да? Вот. Сейчас то ли убьет, то ли разорвет. Надо же. Ау, Бибак. Вылитый лебедь. Элтон Джон меня раздражает. Вот столько лет уже. Успокойся. Нет. Прыгает. Хочет кому-то что-то доказать. Книжки пишет. Как Горбачев прям, а? Кто же все прыгает, что-то пишет. Ой, ну. Вот Эдди Мерфи просто меня раздражает своей внешностью. Угу, угу. Вот и меня, Чубайс, точно так же. Надо же. Он, кстати, и внешне похож на Эдди Мерфи. Слушай, а вот есть кто-нибудь у тебя там в Голливуде, кто тебя не раздражает? Ну, допустим, Мел Гибсон. Чистые биографии у него. Вот, играет в теннис даже. Да. Кристалли души человек. Угу. Ну, выпивает. Кто же ты у нас-то такой же, а? Играет в теннис. Кристалли души человек. Выпивает. А, в этом... А почему такое оживление в студии, не понимаю. Выпивает человек, ну и что? Спасибо, Гил. Спасибо. По-моему, очень хорошо сегодня поработала наша международная пилорама. Просто-таки распилила всех политиков пополам вместе со Шварценеггером. Спасибо. До встречи через неделю. И, как всегда, живите сегодняшним вечером. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Программа ОСП-студия представляет Семейный сериал 33 квадратных метра В роли мамы Татьяна Лазарева В роли папы Сергей Белоголовцев В роли сына Андрей Бочаров В роли бабушки Павел Кабанов В роли дедушки Василия Антонов Сергей, Андрюшеньке пришла повестка из армии Надо что-то срочно делать Раньше надо было делать Лето так 18 тому назад Что надо было делать 18 лет назад? Девку тебе надо было делать Мне надо было делать А тебе не надо было делать И мне надо было делать Вот сейчас бы сидела бы она беременная Неизвестно от кого Девка бы эта наша Все было бы нормально и никаких проблем Тебе все шуточки, Сергей Речь идет о нашем сыне Ему нужно срочно Как это называется? Косить ему нужно Бабка, слышь, что там Тайка на кухне так кричит? Андрюшке косить надо Ой, так куда же косять? Совсем крыша поехала Ну, туда-то, твою мать Зима на улице, им си на кос подавай А летом, значит, дед с бабкой на дачу пусть Мандруют, да? А хотя... А хотя пусть косят Пусть полноги себе отмахнет косой Меньше похвати, будет мотаться вот это Топотать тут, топотушник Нехай, нехай покосить Я вон с 15 лет летовкой махала И он пусть узнает, что это такое Ты, бабка, совсем завралась? Ты корову-то первый раз когда увидела? По телевизору, наверное, в 1974 году только Не надо ему косить, не надо Он и так косой из-за этого телевизора Вчера он вилкой себе в лоб попал Так и оставь уже свой этот вечный солдафонский юмор Тебе не дорог наш мальчик, мой малыш Очень, очень дорог Я оцениваю его примерно в три с половиной лимона 35 тысяч за килограмм, как говядина Сергей, что же делать? Боже мой, какой черт твой, а? Все, надо звонить Николаю Это надо ему положить руку на край стола И твоей вот этой палкой Как шарахнуть со всей дури Это я сделаю Так вот это вот заживет И потом опять заберут в армию Так надо тогда еще этой же палкой по башке Чтоб сотрясение мозга Чтоб уже тогда полный комплект И бабка, это, она же башка-то у нее крепкая Может не быть сотрясения Слушай, ну может ему тогда ногу поломать В трех местах А долго заживает Это вот надо, наверное, ему переломать все руки, ноги И еще и по башке вдарить И слушал, для верности Ну так и по башке ему вдарь все-таки Да вдарю, вдарю, не впервой Николай, что вы нам посоветуете, а? Да это все просто Ему нужно симулировать маниакально-депрессивный психоз Здесь главный тест правильно пройти Если заставляет рисовать отчаяние, надо рисовать чайник Если пить чай, то печку Ну и так и подобное Типичная велотекущая шизофрения Отлично Андрюша, иди сюда! Держи, держи ручку Так Быстро рисуй Отчаяние Малевич Не мешай Так Ну что, порадовал? Похоже, похоже Теперь знаешь что? Печально рисуй Печально, печально Нарисуй печаль, сынок Ай, какой хороший Ай, что? Ай, ну не знаю Как ты думаешь, вот это похоже на печку? Ну вот видите, ему даже симулировать не надо Отлично Иди, сынок, отдыхай Иди, можешь себе гумяку включить Иди Молодец А дальше что, Николай? Ну, дальше что? Ну, полежит полгодика в психушке Потом выйдет Ну, правда, вот нельзя жениться и машину водить Ой И нормально А, и слава богу, слава богу Жениться ему не надо И лимитницу какую-нибудь приведет Клювку не выгонишь потом На Москву машину водить он и не умеет И не научится Если поймает, что хочет Могут послать в армию Че-то знать куда На Таймыр или в Анадыр А он там точно сойдет с ума Потом его положат в психушку Уже по-настоящему и надолго Вас устраивает это? Слушай, деда А если я ему утюгом по башке долбану? Это хорошо Так вот эта палка-то надежнее Я еще кирпичом бы добавил А, давай я утюгом А ты кирпичом добавишь И палкой еще И палкой Ой, внучек, внучек Вот если бы у него было двое детей Его бы не забрали, как кормиться Да каких детей, Николай? Ну, что вы говорите Он сам еще детен Ага, детен Цеть нердецом, детен Ну, ладно, детен Можно Жениться на знакомой У которой двое детей И усыновить их А у нас что там Слушай, может, только вот разве Нину Федоровну? А, Нину Федоровну, молодец У нее старшему 34 А младшему 28 Ну что? Они сами могут нашего усыновить По 8 раз Нет, подожди А Филипп Киркуров женился Ушиновил Кристину и Володьку И его не забрали Да Ну, я не буду на ней Филоровну жениться Ой, знаешь, волчи же Птихушку захотел Я не люблю Да, сейчас придет бабуля тебе Наварит утюгом по кумполу Ага Все, решено Звонить мне не Федорову Звонить Все, звонить Увидишь, Николай Как Проблема сколько в семье То, понимаешь, мусор не бросить То Парня в армию не отдать Смотрите программу ОСП Студия В новом 1997 году Каждую субботу в 19.00 Ура По-моему Стой А мы куда бежим? Новый год встречать А, вот это побежали Стой А зачем? Он же сам к нам придет А мы первые прибежим Первые встретим И все подарки нам достанут А, тогда побежали Стой А далеко бежать? До Камчатки А, тогда быстрее побежали А, тогда быстрее побежали А, тогда быстрее побежали Добрый вечер. В эфире музыкальный электровоз. Музыка всех стилей, поезда всех направлений. Меня зовут Сергей Белый. И сегодня у меня в гостях актер, режиссер и сценарист Андрей Гейзеров. Встречаю! Садись, Андрюша. Андрей, я слышал, что ты готовишь сценарий альтернативного новогоднего праздника для ОРТ. Скажи, пожалуйста, что ты приготовил нам в эту новогоднюю ночь? Я написал сценарий новогодней ночи. Всем предлагал, никто даже слушать меня не стал. Ну, а в чем суть? У меня давнишняя идея снять мюзикл по мотивам сказок. Так и назвал его. Старые сказки о главном. Ну, в общем, ровно в 12 часов появляется Дед Мороз. Его играет Ермольник, он же продюсер. Вот, и рядом стоят две елки, да? Саша и Лолита. Одна высокая, другая толстая и маленькая, да? И тут выкатывается колобок, да? Колобок. Кто у нас на эстраде похож на колобка? На колобка? Да. Никто не похож. Ну, тогда Игорь Угольников, да? Да. Значит, выкатывается колобок, и тут выезжает кометов. Вон, тракторист на тракторе. Позишн номер ту. Да? И давит этого колобка просто в блин. Просто в блин. Да. Ну, тут дорожный патруль, пока разборки, то-се. Красная шапочка поет свою песню. Знаешь, что будет красной шапочкой? Ермольник. А, подожди, стой. Ну, он же у тебя, этот, Дед Мороз. Да? Да. Ну, тогда Угольников. Пусть у человека будет две роли. Конечно. Конечно. И вот, пока красная шапочка уже спела свою песню, тут детка с бабкой начинает тянуть репку. Да? Угу. А детка с бабкой у меня будет, ну, кто вы, у кого у нас там на эстраде внуки, ну? Ну? У Киркорова. Вот. Отлично. А жучкой знаешь, что будет? Жучкой будет, ну, надо тут кого-то из политических обозревателей. Позлее, конечно. Может быть, Сванидзе? Дарьян. Дарьян. Хорошо. Пусть обозревает. Ага. И тут появляется волк. Волк кто? Кто у нас волк? А? Якубович у нас волк. Такой добрый, старый волк с усами. И с барабаном. Да. И с барабаном волк. Волк с барабаном. С барабаном. Пускай барабан. Слушай, Якубович не похож на волка. Да? Да. Какая проблема? Угольник? Угольников у нас будет волком, а Якубович будет председателем колхоза. Да, председателем колхоза. И тут, и тут братья выпускают по стреле. Братья у меня будет группа Нанав. Ну, естественно. И попадают в лягушку. А кто у нас лягушка? Лягушка у нас будет Довугольников. Или Ленка Зосимова, да? Довугольников похож на лягушку, возможно, я могу это допустить. Но Лена Зосимова, она похожа на дюймовочку. Да? Трехдюймовая такая. Уговорил. Ермольник. Ермольник будет лягушкой. И он превращается, знаешь, в кого? Во Влада Сташевского. А Влад Сташевский у нас кто? Старик. Влад Сташевский это никто. Просто идет себе Влад Сташевский, со своей гевкой, конечно. И тут ему нагло упадает снежинка. А? А? Снежинка у меня будет Сергей Крылов. Падает. И тут начинается бал у короля. О, я вижу эту сцену. Бал у короля. Королем у нас Наташа Королева, да? А, ну себе. И Золушка, Золушка Игорь Николаев теряет свои кирзовые сапоги. И их находит принц. Борис Моисеев. А? Подожди, а почему принц Борис Моисеев? Для правдоподобия. Ну, смотри, конечно. Да и Золушка Игорь Николаев тоже обрадуется. Да. Да, да, да. Так вот, и тут Баба Яга пытается помешать празднику. Кто у нас на эстраде похож на Бабу Ягу? Две похожи на Бабу Ягу, но я не могу тебе назвать их фамилию. Ничего, пусть обе играют. Мне все равно, кто это будет, Угольников или Ермольник. Да, и тут появляется положительный герой. Он приносит всем шампанское, и все поют финальную песню. Вот такой сценаришка. А кто у нас положительный герой? Ты! Но с тебя шампанское. Хорошо, с меня шампанское. Итак, в гостях у нас был Андрей Гейзеров. Андрюша, я надеюсь, у тебя все получится. Твой сценарий примет ОРТ. А я-то я в Новый год буду смотреть старый добрый фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». И поэтому приглашаю сюда, на музыкальную площадку электровоза, группу «Ирония судьбы». Встречаем! Мы в Ваню ходим каждый Новый год, И там совсем немного выпивает. Потом сажаем Женьку в самолет, И в Ленинград с портфелем отправляет. Приходит Надя, как к тебе, домой, И на диване пьяный спать ложится. И Надя льет из чайника водой, А и болит уже к ней в дверь стучится. Не трепахайте вы меня, Здесь не живу уже три дня, Но ведь какой же вы тупой, Мне надо позвонить домой. Меня же там небеса ждет, И денег нет на самолет, А вся страна встречает Новый, Новый год. А Ипполит устроил ей скандал, И в драке с Женькой на полу сцепился. За то, что он на поезд опоздал, За то, что при твоем его вобрелся. Подружки в разных шапках к ней пришли, И Женька с Надей стали целоваться. Потом подружки вежливо ушли, И Женька стал в надежде дологаться. Ужасно голова болит, Я никакой не болит, И ничего я не шучу, Я целоваться не хочу. Но это просто не смешно, А Надю знаем мы давно, Какое все-таки прекрасное кино. Потом с Надеждой Женька сел за стол, И заливную рыбу стали кушать. Но в гости пьяный Ипполит пришел, В пальто и шахте пыться стал подушем. Потом он фотку Ипполита взял, Порвал ее и выбросил в окошко. Взяла такси Надежда на вокзал, А Женька ей застегивал сапожки. В пятнадцать лет ведет кино, Его мы смотрим все равно, И знаем все мы наизусть, Но дарят нам и смех, и грусть. Белевский шир, лептый бургон, Парвара, брызгай и мехов, И каждый год так будет, будет вновь и вновь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА